На минувшей неделе прошел, ставший уже традиционным, 8-й фестиваль музыкального творчества сотрудников органов внутренних дел, ветеранов МВД и членов их семей. Впервые фестиваль прошел в городе-курорте Анапа. Затем эстафету приняли в Туапсе, Новороссийске. В этом году участники зонального этапа конкурса стали гостями в Славянске-на-Кубани. На фестивале побывали и наши корреспонденты Надежда Неткачева и Александр Косицын. Наш общий пост «Кубань» под таким названием прошел краевой зональный конкурс-фестиваль музыкального творчества, в котором приняли участие коллективы Северского, Калининского, Красноармейского и Славянского отделов внутренних дел. Сольные номера, коллективные выступления, акробатические трюки, игра на рояле, саксофоне удивляли разнообразием участники фестиваля. Особенно завораживало зрителей исполнение песен, ведь выступление для участников не только способ самовыражения, но и состояние души, ведь поют они не только о нелегкой, но такой необходимой службе, еще и о ценностях, без которых невозможна сама жизнь, любви, дружбе, семье. Успешно выступил конкурсант Славянского отдела Министерства внутренних дел, старший сержант полиции Анатолий Иванов. Участие в фестивале для него – большая честь. Во-первых, для отдела приятно сделать, что работаю в полиции, что могу успеть там что-то, ну и все. Ну и для себя, конечно, интересно. Но не только сотрудники органов Министерства внутренних дел принимали участие в фестивале, но и члены их семьи, родные и близкие люди. Тепло встречали зрители юную участницу конкурса – Надежду Чумазову, чей папа Леонид Чумазов – сотрудник полиции. Мне очень важно победить, потому что мой папа работает в полиции, и мне хочется сделать ему приятное и занять первое место. Жюри определили победителей в разных номинациях – оригинальный жанр, самый юный участник, лучший ансамбль, лучший танцевальный коллектив, лучший исполнитель. Особый восторг у зрителей и у членов жюри вызвало выступление старшего сержанта полиции Красноармейского ОВД Александра Богудского, который стал победителем фестиваля «Наш общий пост Кубань» в номинации «Золотой голос». Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Главный член жюри, заместитель начальника культурного центра главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Быков отметил главную цель проведения фестиваля. Количество участников, конечно, всегда разное, потому что всегда находятся новые таланты, как вы видели, большое количество детей принимает в этом фестивале. Рождаются многие люди, подрастают поколения, меняется все. Люди поют, люди всегда танцуют. И я думаю, что это тот положительный момент, который мы несем людям со стороны органов внутренних дел. Завершился зональный отборочный тур. Призеров ждет заключительный этап краевого конкурса, который пройдет 25 сентября в Туапсинском районе. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».